В республике продолжается актуализация кадастровой стоимости различных объектов капитального строительства и земельных участков. Какая разница между прошлыми и нынешними цифрами, обсудили на еженедельном совещании главы регионов и правительства Чувашии. Принципиальное отличие кадастровой кампании этого года в том, что она проводится не оценочными организациями, как было прежде, а специальными госучреждениями. В нашей республике это Чуваш-техинвентаризация. Напомним, 1 марта этого года президент России поручил уточнить механизмы расчета налога, а также определить кадастровую стоимость недвижимости, которая не должна превышать реальную рыночную. Надо отметить, что по сравнению с 2012 годом в Чувашии заметно выросло количество оцениваемых земельных участков и объектов капитального строительства. В 2019 году планируется сразу серьезная оценка. Это касательно двух туров оценки объектов капитального строительства, это почти 765 тысяч объектов. И земель промышленности и нового специального назначения почти 136 тысяч объектов. Эти туры мы проходили, но актуализация в этом году показала, что и по первому туру, по объектам капитального строительства почти 158 тысяч объектов стало больше, чем в предыдущем туре. Хотя последняя актуализация оксов у нас касалась в 2012 году, и почти 9 тысяч больше стало земель промышленности и нового специального назначения на территории Чувашской республики. Министр юстиции и имущественных отношений отметила, в республике пошли по пути исправления, а не оспаривания собственниками результатов кадастровой стоимости. На первом этапе владельцы подавали декларации о характеристиках своих объектов недвижимости. Их внесут в фонд данных. Второй этап пройдет с июля по август 2018 года, и в это время собственники дополнительно смогут направить в Чуваштехо на инвентаризацию замечания по своим объектам через МФЦ, лично, почтовым отправлением, с использованием сети интернет, включая портал государственных и муниципальных услуг. На совещании обсудили вопросы, связанные с увеличением пенсионного возраста в России. Глава Чуваши Михаил Игнатьев поручил всем ведомствам провести разъяснительную кампанию и максимально полно и четко ответить на вопросы работающих. Елена Гальперина, Александр Петров, Республика.